Каждую среду в студии телеканала Самарагис мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. В этом году Самарскому метрополитену исполняется 35 лет. Какие мероприятия планируются в честь дня рождения метрополитена? За какое время в итоге можно будет доехать на метро от Юнгородка до площади Куйбышева после введения станции Театральная? Как увеличится пассажиропоток подземки в ближайшее время и в перспективе? В нашей студии Алексей Гурьянов, первый заместитель директора муниципального предприятия «Самарский метрополитен», главный инженер. Алексей Иванович, добрый вечер и спасибо, что пришли к нам в студию. Добрый вечер, Ян. Ну и давайте, знаете, начнем с чего? Вот 35 лет. Дата очень красивая, круглая практически. И предлагаю рассказать вот в начале программы об истории Куйбышевского метрополитена. Насколько я помню, это пятый в стране метрополитен. У нас пятый, это пятый город Куйбышев тогда еще был, в котором появился этот вид транспорта. Вот почему было принято решение строить в городе метро? Ну, наверное, отвечая на ваш вопрос, тут бы хотелось бы услышать ответ из уст тех, кто стоял у руля этих решений еще тогда. Мы не можем, поэтому я буду здесь опираться только на то, что знаю из открытых источников. С какими-то людьми мне удалось пересечься. Ну, прежде всего, да, пятый метрополитен Самарский был в РСФСР, но 12-й в Советском Союзе, тогда еще был Советский Союз, поэтому, наверное, правильнее нужно сказать, что это 12-й метрополитен в Советском Союзе. — Говоря о том, почему было такое решение принято, можно просто вспомнить, как люди ездили с безымянки на заводы. Наверное, те, кто постарше или там вот примерно моего возраста, прекрасно помнят, что это были практически взятия крепостей из моих, тех же самых трамваев, автобусов, которые были. Эта проблема достаточно остро стояла. Я, в общем-то, был ребенком. И то помню, как мама заталкивала меня в переполненный трамвай для того, чтобы довести до садика по той же самой трассе метро. Поэтому я очень рад, что в конце концов было принято, я считаю, верное решение о строительстве метрополитена. Хотя это было непросто. Насколько я знаю, по рассказам коллег, что были и другие варианты, рассматриваются варианты так называемого трамвая. — Скоростного? — Скоростного трамвая, да. Ну, я очень рад, что все-таки я считаю, что это правильно, что было принято решение о метрополитене, о строительстве метрополитена. Для Зайкова в Бегополисе, как Куйбышев тогда, как Самара, метрополитен именно в этой части наиболее правильно. Все-таки поверхность города, она штука нужная и дорогая, и пусть она будет свободной. А под землей там ничто не мешает, всегда комфортно, всегда правильно и можно. — Насчет того, что всегда комфортно, я с вами согласен. Особенно это ощущаешь в жару, когда споискаешься в подземку, а там всегда вот примерно такая плюс-минус одна и та же температура. — Так и зимой тепло. — И зимой тепло, и, соответственно, летом прохладно. И, ну, действительно, пробок там не бывает. Вот это огромный-огромный плюс. Но, кстати, говорят, что очень важную роль вот в том, что город получил метро, сыграл Алексей Росовский, председатель Куйбышевского горысполкома. В то время, ну, по сути дела, это был такой градоначальник. — Да, совершенно верно, Алексей Андреевич. Имя которого с 13-го года носит Самарский метрополитен. Здесь тяжело, наверное, переоценить вклад. Тяжело давалось это решение. В те времена приходилось много пробивать, насколько вот я знаю, прежде всего, в органах власти Советского Союза все эти решения. Ну, вот по воспоминаниям Алексея Андреевича, с которым я знаком, ну, 12 лет понадобилось только на то, чтобы начать проектирование. — Да, 12 лет. — Да, 12 лет. То есть, 65-й год, как вот Александр Андреевич пишет в своих мемуарах, там, в своих книгах, это только начали заниматься этим вопросом, а потом полномерно вот это, как сейчас говорят, лоббистская работа, да? — Ну, она сама была, кстати, самая настоящая лоббистская работа, просто тогда это по-другому называли. — Только вот в 77-м году как бы было дано разрешение на проектирование, то есть технический проект, проектирование. — А вот идея была в 65-м году уже? — В 65-м году, да. — Да, тогда в эти, насколько я понимаю, в этот примерно год Куйбышев перешагнул миллионный рубеж, да, и такое, как бы, там, насколько я понимаю, негласное правило. — Негласное правило, что теперь можно. — Да, что если миллион, то уже можно заниматься этим вопросом. Действительно, тогда бурно же город разбирался. Алексей Андреевич, там глобальное строительство было, и Куйбышево, и те же набережные, и те же самые жилые кварталы застраивались. — То есть это тут, да, есть вклад огромен. — Ну, по сути дела, такой городоначальник-строитель он был. — Да, совершенно верно. — Если я правильно помню, там, по-моему, в два раза жилая площадь города увеличилась. — Да. — Практически в два раза. — Совершенно верно. — То есть это сейчас даже трудно представить. — С точки зрения, да, пробитие решений, принятие решений, обеспечение возможности принятия решений. Здесь роль Ксения Андреевича огромная. — Ну да, и, кстати, между прочим, вот еще, наверное, хорошо, что метрополитен Самарский носит его имя, увековечили. И вот, наверное, историкам есть смысл позаниматься вот этим периодом. Да, кстати, и экономистам, и людям. То есть посмотреть опыт, потому что, ну, люди-то делали великие дела на самом деле. — Безусловно, переломные дела. То есть это вот то, что называется качественное изменение среды обитания именно в мегаполисе. Именно в мегаполисе, да, безусловно, это так. — Вот если вернуться к юбилею Самарского метрополитена, какие мероприятия планируются в честь дня рождения, вот в честь 35-летия? — Ну, давайте так, все-таки 35 лет, как вы сказали, хорошая дата. — Красивая дата. — Красивая дата, да, но это не большой юбилей. — Ну, не 40 лет. — Скромно. Будем отмечать историю. Прежде всего, это честование трудовых коллективов, как это по традиции бывает. Лучшие работники будут, безусловно, отмечены. Безусловно, будет в конце декабря у нас торжественное собрание в Доме культуры Пушкина. Это уже, как бы, определено, безусловно, будет торжественное собрание со всеми сопутствующими концертными программами и со всем остальным. Из того, что у нас, ну, может быть, не в прямой относятся к юбилею, но все равно к этой даче приурочено. В этом году осенью, там, на рубеже октября, состоится совещание Совета Ассоциации Метро. Здесь у нас на Самарском метрополитене тоже достаточно важно. — То есть, есть такая организация Совета Ассоциации Метро? — Есть такая организация Совета Ассоциации Метро, куда входят все метрополитены бывшего Советского Союза. — Советского Союза? — Бывшего Советского Союза, да. И в том числе и зарубежные метрополитены были. Ну, сейчас в связи с обстановкой там это. Ну, оно, в принципе, да, так и есть. То есть коллеги из Ташкента, Баку, из Казахстана, с Алматы, вполне мы ожидаем всех. Вообще очень интересно, кстати, вот просто пообщаться, посмотреть, как развивалось вот за это время, что происходило у нас и что происходило у них. Потому что база-то как бы была одна, потому что инженерная мысль была такая, ну, единая на всю страну, а потом каждый пошел, наверное, немножечко по своему пути. Вы абсолютно правы, да. Абсолютно так оно и было. Когда был Советский Союз, и вот там мы, Самарский метрополитен, 87-й год, дальше за нами был Екатеринбург, Днепропетровск, тоже 89-й год, 89-е годы. Это вот последние советские метрополитены, которые были сделаны советским заделом. В те времена вот у союзных республик уже у всех были метрополитены, да, только российские метрополитены развивались. Из текущих метрополитенов у нас только Казань является как бы самым последним, передовым. Они, насколько я помню, в 2005 году запустились, поэтому они уже полностью российские, так скажем, полностью российские метрополитены. Там уже, вот с точки зрения даже технических решений, уже абсолютно другие технические решения, с самого начала было заложено, именно с точки зрения оборудования. Понятно, что тоннели-то похожие, да, архитектура там и так далее, именно строительные сооружения. А вот с точки зрения внутреннего оборудования, так все достаточно серьезно было и уже по-новому. То есть Казань это такой вот первый уже метрополитен России, ну, постсоветский такой, новая история нашей страны, по сути дела. Так и есть, да. Алексей Иванович, вот как менялся пассажиропоток с увеличением количества станций? Вот в частности, после ввода в эксплуатацию в 2015 году станция Лабинская, ну и вообще вот за эти годы. Вот закономерность, всегда новая станция дает прирост пассажиропотока по отношению к предыдущему году, да. Конечно, потом были времена снижения, но оно идет по разным причинам. Но если мы зафиксируем, допустим, пассажиропоток, ну, Лабинская вы сказали, да. То есть 2014 год, это был год перед пуском Лабинской, в 2015 мы ее пустили, ну, здесь порядка 5%, чуть меньше был пассажиропоток. Мы перешагнули тогда 16 миллионов пассажиров в год в связи с этой станцией Лабинской, поэтому и всегда это было. Вот, а когда вводили станцию метро Российскую, это был 2008 год, тогда пассажиропоток, вот, именно в первый год, в 2008 году поднялся практически на 50% по отношению к 2004 году. А это была очень важная станция? Очень важная станция. Немножко у нас же, кто помнит, по станции Московской мы как бы тоже ездили челноком, надо было пересаживаться. Люди, в общем-то, к 2007 году уже серьезно устали. Здесь же уже, как бы, много автомобилей появилось, и у нас сильно упал тогда пассажиропоток, а вот станция Российская, мы перешли через Московское шоссе. Вот я хотел сказать, да. Да, перенесли через Московское шоссе, и вот... Удобство стало, ну, принципиально другим, я почему это знаю, я как раз жил вот в том районе, я отлично помню, когда появилась эта станция, то есть, ну, стало принципиально удобнее. То есть, многие вопросы на Безлимянке, в Юнгородок, то есть, это вот ты вышел... Конечно. ...сел, и ты там. Безусловно. И это как бы чрезвычайно удобно. И то же самое обратно. Зашел, и ты, собственно говоря, вот уже не так далеко от дома, по большому счету. А это огромный узловой центр. Московское шоссе, проезд Масленникова, вот это вот, это, ну, действительно такой узел, огромный узел. Ну, безусловно, да, это фактически тот круг, географический центр города, он здесь где-то и находится. Кстати, наверное, да. Между вот в границах этих улиц, где вот пересечение Московского шоссе с Гагариной, станция Российская, там, да, так и есть. И, кстати, тогда город задышал по-другому, и вот я... Ну, вообще, как бы с этой точки зрения, вот транспортные артерии, грамотно построенные, это такой вот, я всегда говорю, скелет города. Вот он, когда правильно сделан скелет, тогда, соответственно, организм начинает правильно дышать. Абсолютно. Мясо нарастает. Абсолютно верно. И оно... и всем комфортно становится. Да. Это очень хорошо. Я предлагаю сейчас сделать паузу, давайте посмотрим сюжет, и затем продолжим нашу беседу. Хорошо. Хорошо. Проект масштабный. И последняя станция на первой линии Самарской подземки, наконец, соединит отдаленные районы города с историческим центром. Чтобы открытие театральной состоялось в срок, работы идут в круглосуточном режиме. Обустройство шахт предполагает ограничение движения на некоторых участках дорог. Оно уже коснулось улицы Галактионовской от Красноармейской до Вилоновской. В ближайшее время планируют закрыть еще один участок дороги на улице Новосадовая от Полевой до Первомайской. Схемы временного движения общественного транспорта уже разработаны. Довольно серьезный вент-канал будет проходить и на участке Ярмарочная Самарская. Здесь также ограничить движение, сообщили на совещании в мэрии, но не ранее будущего года. Ко временным неудобствам самарцев просят отнестись с пониманием. Ведь уже в 2024 году добраться до центра города можно будет за считанные минуты. Алексей Иванович, так вот важнейшие события сейчас, важнейшие, скажем так, работы проводятся для Самарского метрополитена. Строительство станции метро «Театральная». Если я правильно помню, 11-й она станет в Самарском метрополитене. Площадь Куйбышева в итоге. Вот как увеличится для начала, как увеличится пассажиропоток после введения этой станции метро? Вот и за короткое время, и в отдаленной перспективе? Ну, давайте по порядку. Немножко все-таки поговорим про строителей, про строительство, про строителей. Тем более праздник прошел, День строителей был. Я бы хотел поздравить коллег. Я считаю, что это коллеги, те, кто строит метрополитен. Мы с ними тесно общаемся. Поэтому, прежде всего, здоровья, успеха, слова благодарности тем людям, которые непосредственно строят метрополитен. Прежде чем прийти к театральной, я бы хотел сказать, что у нас идет ведь и строительство станции метро Алабинская. Мы немножко про это подзабыли. Но на втором вестибюле сейчас развернут такой мощный фронт работ. Второго вестибюля станции метро Алабинская, которая находится на Новосадовой, имеет выходы к библиотеке здесь и к дому. И коллеги обещают в ближайшее время завершить эти работы. Это тоже для нас важно, для нас, как для эксплуатирующей организации. Потому что тяжело работать тогда, когда часть сооружения, часть объекта, который ты эксплуатируешь, до конца не достроены. И здесь мы еще раз пожелаем им успехов. А то, что касается станции метро театральной, безусловно, это важно, это нужно. И это крайне радостно для нас. Не так быстро мы строимся в Самаре, как бы нам хотелось. Поэтому вот то, что сейчас заложены те планы, которые сейчас существуют с театральной, они, в общем-то, тоже достаточно амбициозны, да? Амбициозны. Амбициозны, да. И грандиозны. И грандиозны, да. Даже для нашего метростроительства, даже с точки зрения, как бы, советских времен, там, когда первых 4 километра, ну, фактически построили там за 7 лет, вот, то здесь у нас, мы должны сказать, прежде всего, что это увеличение линии где-то на 2,7 километра, это достаточно длинный перегон. Это будет самый длинный перегон в Самарском метрополитене. Это будет самый глубокий перегон в Самарском метрополитене. На какой глубине? Я сейчас боюсь назвать слова, потому что я издалека только видел чертежи профилей, но там достаточно, это уже приближается к 30 метрам самой нижней точки. А, то есть глубина залегания будет очень серьезная. Это в самой нижней точке перегона, вот, из той документации, которую я видел, точно пока сказать не могу, потому что проектные работы еще ведутся. Вот. Ну, а что касается времени, сколько нужно будет, ну, по нашим оценкам, сейчас это будет составлять время от того момента, когда поезд строится со станции Юнгородок до его прихода на станцию Центральную, где-то будет составлять где-то 27 минут. 27 минут? Я думаю, да. Удивительно. Примерно по нашим подсчетам. Сейчас пока вот проектная документация разрабатывается, глобальные работы идут по проектированию. У нас коллеги были вот буквально на той неделе с проектных институтов смотрели наше текущее положение вещей, как увязать станцию. Потому что это важный вопрос. Конечно. Станция новая, но она должна быть увязана с устройствами, которые проектировались еще, дай бог, там, в 70-х годах. Это, как бы, достаточно тривиальная задача иметь свои тоже сложности и вопросы. Поэтому мы думаем, что, да, 27 минут будет время хода, плюс время на смену кабины машинистам и, как мы называем, вся баранка где-то около часа, 59 часа. Ну, просто все равно ты тут просто удивительно. За 27 минут ты сможешь от Юнгородка добраться до площади Кубыша. Да. То есть это фантастика. То есть житель Юнгородка, и вот ты уже перед театром драмы. В этом и переехали с метрополитами. Театром оперы и балета прошло. Театр оперы и балета, это же театр драмы. То есть вот уникально. Да, там и выход к Струковскому саду, там все. Мне кажется, я, по крайней мере, с большой надеждой ожидаю ввода в эксплуатацию этой станции. Мы считаем, что мы немножко качественно, именно как эксплуатирующая организация, как действующий метрополитен, качественно поднимемся. То есть просто скачок такой произойдет, на другой уровень выйдете. Да. А на сколько пассажиропоток-то вырастет, вот по вашим прикидкам? Мы как бы даем осторожные оценки. Пока осторожные оценки. Мы рассчитываем, что процентов 15 у нас добавится. Процентов 15 у нас добавится. Ну, не знаю, может быть и больше. Я все-таки надеюсь, все и больше. Здесь, понимаете, когда мы говорим о пассажиропотоке, здесь же все равно необходимы комплексные решения. Конечно. Как повысить? Это же не только работа эксплуатирующей организации из самого метрополитена. Это и задача для инфраструктуры, которая строится вокруг страны. Да, 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 совершенно верно. Вот, кстати, если говорить об этом, а когда планируется внедрение пересадочного билета? И вот что он даст пассажирам? Потому что вот он-то, мне кажется, прям, ну, вот подстегнет, вот, коли пассажиропоток, ну, совершенно неимоверно. Когда ты сможешь по одному билету раз-раз-раз и доезжать, не думая ни о чем. Вы видите, сколько людей, сколько мнений. Вам кажется, что все дело в билете, да, в проездном. А вот у нас же сейчас уже существует безлимитная карта, вы сколько угодно можете ездить. Он, уже решение есть сейчас вот по, ну, вы назвали это пересадочный элемент, да? Билет, да. Билет, да. Об этом и что? А сейчас есть безлимитная карта, которая те же самые функции пересадочного билета прекрасно выполняет. Да, прекрасно выполняет. С точки зрения, как бы, ответа на ваш... Увязать надо как-то вот маршруты. На ваш вопрос, с технической точки зрения, вот, насколько я владею информацией, там, существующая система учета проезда в городском транспорте, с технической точки зрения, она здесь не имеет каких-то границ. То есть, технически в, как это называется, в билетном, как я, ну, в маршрутах, когда они там называются маршруты, да, то есть, билетные предложения транспортной карты, это можно реализовать, которые у нас сейчас существуют. Тут только вопрос больше, наверное, связанный, а действительно ли это так? Вот на этот вопрос вам кажется так, у кого-то есть другое мнение. То есть, у нас же есть вот все-таки механизм, я говорю о единый транспортной карте, безлимитный. Он прекрасно реализует этот механизм. Да, вы заплатили, ну, может быть, кому-то кажется, это большие деньги, но, значит, вам нужно много ездить, и поэтому вы прекрасно можете... Не, ну, если посчитать, да, если посчитать, как ты будешь платить по отдельности, то, конечно, это окупается. Там единственный, наверное, вот этот момент увязанности маршрутов, то есть, чтобы ты очень четко понимал, откуда, куда, и когда, какой транспорт приезжает, ну, чтобы меньше ждать. Вот это вот, наверное, важный момент. И уметь, как бы, уметь пользоваться и считать потребителю. То есть, выезжая... Ну, общая диспетчеризация, она есть. Ну, и в других метрополитенах, я, как бы, глубоко не изучал этот вопрос, но не так сильно развиты вот это именно пересадочные, пересадочные вот эти вот тарифы, на мой взгляд, не сильно. По времени, да, в зависимости, вот, Москва, Питер, они прекрасно им, вроде бы, линейку дают, но они все равно, в основном, опираются на время использования, да, милитов. А вот пересадочные... Я предлагаю сейчас сделать паузу, давайте посмотрим еще один сюжет, он касается уже вагонов. Давайте. Как новенькие, в Самару из северной столицы прибыли шесть вагонов метро, которые проходили на берегах Невы капитальный ремонт. Их доставили локомотивом по железной дороге на собственных осях. Вагоны служили верой и правдой из даты открытия метрополитена. Летом вышел срок их эксплуатации, потребовалось провести полную замену узлов и агрегатов. Такая возможность появилась благодаря реализации государственной программы развития транспортной системы Самарской области на 2014-2025 годы. А именно ее подпрограммы развития пассажирского транспорта в Самарской области. Пневматическая часть подвижного состава полностью заменена на новые резервуары, стояночные тормоза, воздухораспределители. Пневматическая часть, тормоза, это очень серьезно, поэтому здесь все полностью с нуля поменено. В заводских условиях специалисты позаботились о том, чтобы эти вагоны стали не только комфортабельными и для пассажиров, и для машинистов, но и максимально отвечали всем требованиям безопасности. Их оснастили автоматической системой пожаротушения. Причем работы производились с использованием трудногорючих материалов, рассказали в дирекции муниципального предприятия «Самарский метрополитен». Особое внимание уделено и контролю за безопасностью в межвагонном пространстве. Установлены предохранительные устройства, которые предотвратят случаи падения пассажиров между вагонами состава. Заменили не только техническую часть, обновили и интерьер салонов, в которых теперь установили светодиодное освещение, новые поручни, антивандальные сидения, стекла, пластиковые обшивки и камеры наблюдения. Не забыли и об удобстве маломобильных граждан. Для них предусмотрены специально отведенные места. Внешний вид вагонов тоже изменился. Теперь они вызывают ассоциации с одним из символов Самары – ладьей. – Алексей Иванович, ну вот мы видим, появляются новые вагоны, ну или глубоко модернизируются те вагоны, которые эксплуатируются. Это вот тоже часть модернизации метрополитена? – Безусловно. Безусловно. Вагонный парк – это такая же основа, как и сам тоннель, как и сами сооружения метрополитена, станции, все, что их обслуживает. И здесь тоже очень большая работа проведена, в том числе и со стороны органов власти, государственная программа, которая была в сюжете. Да, мы достаточно серьезно и долго работали. Во-первых, чтобы она появилась, чтобы она заработала. Очень много было затрачено силой времени и со стороны администрации городского округа Самары, и, конечно, со стороны Министерства транспорта Самарской области по финансированию вот этой программы. Парк метрополитена составлял 46 вагонов, мы купили 4 новых вагона, 17 уже отремонтированы капитально. Вот совершенно правильно было покажено, что эти 5 вагонов сейчас находятся в ремонте, и еще 22 вагона нам предстоит еще отремонтировать по этой программе. Это очень важно для нас, потому как для вагонов метрополитена установлен предельный срок эксплуатации, по истечении которого необходимо обязательно проводить капитальный ремонт, ну, либо менять на новый подвижной состав. Да, там достаточно жестко, вот эти сроки у нас уже подходят, по тем вагонам, которые прошли капремонт, они подошли. И я надеюсь, что мы за оставшиеся два года, это значит 23-24 год, мне очень хотелось бы закончить эту программу с тем, чтобы последующие 15 лет мы уже совершенно спокойно и свободно ездили. Не могу не задать этот вопрос, будут строиться еще станции метрополитены? Ну, по поводу стройки, мне бы очень хотелось. Дело в том, что строительство метрополитена – это прерогатива, опять же, органов власти субъекта, да, то есть заказчиком строительства все-таки является управление капитальным строительством, казенное учреждение Министерства строительства Самарской области, поэтому это, конечно, больше, наверное, вопрос их и городских властей, как будет развиваться город. Мне бы очень, конечно, хотелось, чтобы строительство станции продолжалось. Конечно, вот вроде бы как, как сказать, очевиден тот момент, что у нас там плотно застраивается Кошелево, да, там… Ну, если провести метрополитен до Кошелево, до Кошелево, до Кошелево, до Южного города, это вообще… Казалось бы, да, вот с точки зрения обывателя, даже и мне казалось, проведи эту линию, и мы метрополитен загрузим под самые, в общем-то, предельные нагрузки, можно сказать, на которые он рассчитан. Но, безусловно, это огромный объем работ, огромное финансирование нужно и много сопутствующих вопросов. Понятно. Алексей, кстати, вот если его загрузить вот под самый максимум, возможно, сама окупаемость метрополитена? Вопрос такой, достаточно болезненный, потому что, ну, я знаю, что ведь там достаточно большие субсидии ежегодно получают на метрополитен. И, кстати, какие есть, если это не секрет? Да нет, в общем-то, это открытая информация, я думаю, там, не будем мы сейчас копейки какие-то там считать, какие-то точные цифры. Но, допустим, по текущему году мы ожидаем там более 600 миллионов субсидий. Я понял. Но я бы что хотел сказать… Да просто у нас немного времени, поэтому-то я хочу раздороваться. Я бы что хотел сказать, вот так вот как о субсидии, это ведь оплата выпадающих доходов. Я понимаю. Государство в виде власти, оно определяет стоимость проезда. Я прекрасно понимаю, что сделает стоимость билета. Да, социальную политику, поэтому, да, это нужно… Это выпадающие доходы. Это нужно, да, размещать. Но если поднимется, вот это возможно. И, кстати, есть у нас в России где-нибудь самоокупаемые метрополитены? Только Москва? Да нет, Москва не самоокупаемая, кто вам это сказал. Там грандиозные субсидии. Ну, в Москве денег много, понятно. В Москве может себе много позволить. Да нет. Я думаю, что нет нигде такого самого окупаемого метрополитена в России. Другой вопрос, что, конечно, в Самарском метрополитене именно объем этих субсидий достаточно серьезный. Неплохое положение вещей, если с этой точки рассматривать Новосибирске и Екатеринбурге, там значительные пассажиры поток. Ну, там, по Новосибирску, там, получается чуть ли не в разы больше, там, и в Екатеринбурге, больше чем мы, и тем более. Вот сейчас, как раз, я думаю, что рост и будет. У меня, кстати, вот в связи с этим еще один вопрос. На предприятии, если я не ошибаюсь, работает порядка тысячи человек. Да, тысячи семьдесят четырех. Вот количество станций увеличится. Как вы решаете кадровые вопросы, будете решать? Потому что вам будут люди нужны еще. Ну, прежде всего, стандартным способом это выпускники высших и средних учебных заведений профессиональных. Мы здесь сотрудничаем с железнодорожным институтом, сотрудничаем. Приходят люди из профессионально-технических училищ, из других институтов. Но люди нужны? Безусловно. Нам, вот я сказал, что тысяча семьдесят человек у нас сейчас в наличии, хотя штатная численность предприятий тысячи триста. То есть, есть куда развиваться. Поэтому нам работники очень нужны. И если есть те люди, которые хотят связать свою жизнь с метрополитеном, милости просим. Должности, по которым требуются у нас работники, они есть и в общедоступных информации. Ну, могу назвать, что нужны электромеханики, электромонтеры, электромонтеры пути нужны, слесари по ремонту подвижного состава тоже необходимы. Поэтому милости просим. Для молодых специалистов я считаю, что метрополитену очень хорошая точка для начала карьеры. Очень хорошая точка. У нас предельно удобный, правильно поставленный вопрос, связанный с подготовкой, именно с адаптацией человека на рабочие места. Алексей, к сожалению, мне подсказывают время. Программа подошла к концу. Спасибо большое за интересную и содержательную беседу. Я надеюсь, что мы с вами увидимся вновь и поговорим уже о том, как развивается метрополитен после введения станции метро-театральной. Напоминаю, в нашей студии был Алексей Гурьянов, главный инженер, первый заместитель директора муниципального предприятия городского круга Самара, Самарский метрополитен. До свидания. До свидания.